Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов. Георг Рафаэль Донер, австрийский скульптор, медальер эпохи барокко. Происходил из семи ремесленников, его отец был плотником. Начиная в качестве их ученика-ювелира, Георг перешел в мастерскую скульптора Джованни Джулиани. Труд Джулиани дал возможность знакомства с художественным собранием князя Лихтенштейна. Все это имело огромное влияние на художественное сознание скульптора. Позднее его успехи удивляли знатоков, знавших, что Донер не учился в Италии. В 1710-м в Вюнхене Донер изучал литейное дело, необходимое для создания скульптуры из металла. К ранним произведениям мастера относятся Меркурий Амур, свинец в музее монастыря Клоустин Нойбург. Некоторое время Донер работал во дворце Мирабель в городе Зальцбург. Делал там скульптурные украшения парадных лестниц дворца. Я пользуюсь википедией. Придворный скульптор австрийского императора и главный управляющий строительными работами у князя Эстергази. Считается возродителем австрийской скульптуры, освободившим ее от подчинения напыщенному жеманному стилю Бернини. Его произведения, хотя и не вполне чуждые манерности, свидетельствуют, что он внимательно присматривался к натуре. Хорошо знал рисунок, искал красоты, пропорции и обладал большой технической ловкостью. Главное из этих произведений свинцовой фигуры мудрости и четырех главных рек Австрии, украшающий собой фонтан на новом рынке Вене. Фонтанная группа Персия освобождает Андромеду. На дворе венская ратуша Мравронос, статуя императора Карла VI в Эльведере, распятие над главным престолом капелла венского императорского дворца и статуя святого Мартина в Фресбурге. По заказу архиепископа Зальцбурга, Франца, Антона фон Гараха, создал ряд штемпелей для монет и медалей. Был похоронен на кладбище церкви святого Николая. Умер он в возрасте 47 лет в 1741 году. Позже его останки в 1784 году перенесены на кладбище святого Марка. Как большинство монументалистов, Донер работал по заказам богатых церквей и по заказам императора. Мастер хорошо чувствовал металл, и мерцающая поверхность шлифованной скульптур придает его произведениям выразительность и приближает к совершенству. Скульптуры мастера имеются в ряде городов Западной Европы, Будапеште, Протиславе, Вене, Зальцбурге, а также в Российском Санкт-Петербурге. Но вот, к сожалению, я не знаю, где они находятся. В ряде скульптуры установлен монумент на площади Шварценплац. В 2002 году австрийский монетный двор выпустил золотую монету в достоинстве 100 евро в честь Георга Донера. А в 1991 году Австрия выпустила почтовую марку в связи с 250-летием смерти Георга Донера. Вот так вкратце о скульпторе из Австрии и медальере эпохи барокко Георг Рафаэль Донер. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok